Мы будем молиться сейчас о финансовом прорыве, потому что мы должны действительно использовать все шансы, которые у нас есть. Если у нас есть вера, это как инструмент, как ключ. Для кого-то это дверь, для кого-то это шанс. Мы должны обязательно брать этот ключ, входить в эту дверь, использовать этот шанс не только для исцеления, но и для всего остального. Всех, кто нас смотрит, я хочу напомнить, что мы с вами сейчас синхронизированы. То есть сейчас, знаете, благодаря этим технологиям мы соединены с небом и с вами одновременно сейчас. Поэтому это благо, что вы смотрите, и благо, что вы принимаете сейчас. Потому что через вот эту синхронизацию происходит движение того, что Бог делает. Смотрите, мы каждый раз на определенную сферу молимся, вернее, затрагив в определенную сферу, чтобы получить какое-то чудо финансовое. И сейчас я предлагаю вам помолиться вот о чем. Помню одну семью, которая подошла ко мне, и они были очень печальны. Ну очень. Они сказали, их обманули. Их обманули поставщики на десятки тысяч долларов. И они говорят, люди, у кого мы заняли эти деньги, они требуют, они даже угрожают. И наши объяснения, что нас обманули, не помогают. Ну понимаете, да? И ничего не помогает. Они говорят, ну тупиковая ситуация, мы не можем эти деньги, это десятки тысяч долларов. Мы не можем их просто заработать вот так. Вот наш бизнес не позволяет. Даже если мы из кожи вылезем, не позволяет. И у меня тогда было хорошее такое настроение, весело было. Я говорю, ну ладно, давайте помолимся, чтобы чудо произошло. Они говорят, ну давайте, мы уже молились. И очевидно, что большинство из нас не верит, что это может произойти с нами. Вот мы верим, что это с кем-то может произойти. И я не видел никакой веры в их глазах. Но все же мы помолились. Вот он, этот ключ, вот он, эта дверь, вот он, этот шанс. Это наша вера. Она все-таки позволяет этому произойти. И спустя немножко времени, давайте скажем, немножко. Немножко время прошло. Я просто не следил, знаете, по календарю. Но я говорю, ну что там, как там у вас дела? А, да, мы и забыли. Бог как-то так сделал, что мы заработали все эти деньги, десятки тысяч долларов заработали, за короткое время отдали. И сейчас собираем себе на автомобиль. Я говорю, ну ничего ж себе забыли. Я говорю, то такое свидетельство хорошее вы забыли. Я хочу помолиться о том, чтобы вы не забывали. Когда все шансы закончились, остается вера. А вера побеждает этот мир и все, что в мире. Вера – это лифт. Давайте сядем на этот лифт и отправимся в удивительное путешествие. Я хочу молиться прямо сейчас, высвобождать финансовые чудеса. Я имею право это. О чем хочу, то я молюсь. Но я сеятель, и я буду бросать семя. Если вы желаете, можете брать это семя, поливать, взращивать и наслаждаться. И не забудьте воздать свидетельство Господу. Аллилуйя. Господь, я благодарю Тебя за то, что все, о чем мы будем просить с верой, и не сомневаться, будет нам. И мы прямо сейчас соглашаемся в том, что вера, она может решить финансовые трудности, финансовые проблемы. Что вера способна перевести нас из нищеты в преуспевание. Мы верим этому. Кто бы нам что ни говорил, мы верим этому. И мы не хотим следовать каким-то людям, которые распространяют страх и невежество в отношении финансов. Мы знаем, как ты исцеляешь тела, точно так ты восстанавливаешь и финансовые сферы. Во имя Иисуса. Говорите вместе со мной. Я верю, что мой Бог, Он Бог-обеспечитель. Мой обеспечитель. И мою жизнью придет обеспечение. Я это утверждаю во имя Иисуса Христа. Обеспечение приходит в мою жизнь. Сверхъестественное обеспечение приходит. Обеспечение от Бога приходит. Колодцы открываются во имя Иисуса Христа. Окна небесные открываются. Врата открываются во имя Иисуса Христа. Я призываю, пусть чудеса происходят в моей жизни для свидетельства. Для того, чтобы Иисус был прославлен. Для того, чтобы в моем доме было и хлеб, и семя. Для того, чтобы мне и питаться, и благословлять других. Я призываю, Господь, пусть чудеса происходят во имя Иисуса Христа. Я отрекаюсь от всякого неверия, от всякого сомнения. Я отрекаюсь от всякой лжи дьявола. Я говорю, мой Бог по-прежнему, Бог, который творит чудеса. Я провозглашаю, что мой Бог, тот Бог, который способен и в моей жизни совершить чудо. А сейчас просто принимайте. Я хочу высвободить слово. Во имя Иисуса Христа. Пророчески, я говорю в твою жизнь сейчас. Время начаться прорыву. Время начаться прорыву. Я бросаю это семя сейчас в твой бизнес, в источники дохода твоего. Время начаться прорыву. Пусть начнется прорыв. Пусть произойдет сдвиг во имя Иисуса. В твоем отношении с Богом, в твоем отношении с финансами. Пусть произойдет сдвиг во имя Иисуса Христа. Я высвобождаю чудеса в финансовой сфере. Высвобождаю во имя Иисуса Христа. Пусть тебе придут идеи от Господа. Пусть тебе придут сны от Господа. Я призываю, пусть придет свыше все, что нужно для Тебя. Пусть придет свыше все, что нужно для Тебя во имя Иисуса Христа. Время начаться прорыву. Время для прорыва. Давайте скажем, время для прорыва. Время для прорыва. Это не мантра, друзья, не переживайте. Мы сами себя просто вытаскиваем сейчас из неверия на территорию веры. Потому что как только ты начинаешь верить, ты начинаешь снова стоять на воде. И как только ты начинаешь бояться, пугаться, ты начинаешь идти под воду. Вспоминайте о Петра. Во имя Иисуса я оставляю вас с этим словом время для прорыва вашей жизни. И вам не нужно ничего чувствовать. Вам нужно взять это семя и начать поливать его. Просто скажите, в следующий раз, следующая молитва или следующая финансовая нужда. Говорите, Божий человек сказал, время начаться прорыву. Он сказал для меня, поливайте это семя. Не нужно его постоянно раскапывать. Не нужно постоянно доставать его, смотреть. А у него ничего не произошло. Дайте ему вырасти. Дайте ему пустить корни. Имеющие уши, да услышали. Потому что мы часто приходим в служение и сразу достаем семя, проверяем. Что-то ничего я не вижу. И не увидишь. Ты корни оно не успел опустить. Поливай, поливай, поливай. Божий человек сказал, я принял. Бог обещал. Все. Эта формула срабатывает. Аминь.